Участковый уполномоченный дедовского отдела полиции Максим Бормотов спешит в квартиру на улице Красного Октября, чтобы увидеться с двухгодовалой девочкой Мавлудой, которая сейчас жива и здорова благодаря стараниям полицейского. Привет! Все хорошо у тебя? Благодаря вас! 28 февраля, когда кризис ОРВИ, как показалось маме Мавлуды, миновал и девочка начала играть, у ребенка неожиданно случились судороги. Девочка начала задыхаться. А я не знала, что делать, и скорую не звали, и вышла на улицу. С ребенком, да? С ребенком в руках. Она без сознания была? Без сознания была, не смогла дышать, и синий стал свет у него. Потом сбежала на эту дорогу, поймала машину, они никогда не остановили машину. А потом этот мужчина поймал и спросила помощь. Они нам помогли, спасибо вам огромное. Как была в тапках и халате, женщина схватила ребенка и побежала в больницу, пытаясь поймать по пути машину. Автомобили пролетали мимо, счет шел на секунды, девочка задыхалась. К счастью, женщину заметил ехавший по служебным делам участковый уполномоченный. В районе улицы, школьный проезд, я увидел, как в проезжей части бежит женщина без верхней одежды. Женщина плакала и кричала. Остановившись, я увидел, что на руках она держит ребенка. Женщина пояснила, что ребенок умирает, и ему нужна помощь. Я незамедлительно посадил женщину с ребенком в автомобиль и доставил в дедовскую городскую больницу, где находился до момента помещения ребенка в реанимацию. Вот камера видеонаблюдения зафиксировала въезд автомобиля Максима на территорию больницы. Через минуту женщина с ребенком вбегает в сопровождение участкового в детское отделение, а вот они уже проходят к доктору. Могла бы попозже подойти, не знаю, исход был бы, летали, наверное, от этого, печальный был бы исход, скажу так. Девочка была в действительно тяжелом состоянии, такая синюшня уже такая, ноги, ручка такие зажатые, можно сказать, даже еле или дышала. Сказали первую помощь, когда девушка уже пришла в себя, она уже дышала ровно, хорошо, нормально все было. Все, а мы потом бригадой скорую помощь отправили на уже дальнейшую госпитализацию, на лечение. Капитан полиции Максим Бормотов работает участковым уполномоченным в Дедовске с 2021 года. В полиции служил его отец, работает старший брат. В тот февральский день, удостоверившись, что девочки оказали необходимую медицинскую помощь, Максим отправился на работу, продолжая семейную традицию – служить отечеству, помогая людям. О том, что произошло 28 февраля, в ведомстве узнали от дяди выздоровевшей малышки, который направил благодарственное письмо. Не описать словами, не каждый на такой поступок способен. Ну, сейчас мало кого волнует чужая, ну, беда, а так, скажем, не ожидал. Оказалось, это сотрудник полиции, не остался равнодушным и помог прям вовремя. Слава Богу, спасли, все хорошо. Сейчас Мавлуда находится дома, она здорова, искренне радуется новой игрушке, только немного смущается от присутствия чужих людей и щурит глазки от фонаря видеокамеры. Казалось бы, каждый всего лишь сделал 28 февраля то, что должен был. Не проехал мимо женщины с ребенком Максим, четко сработали врачи, а в результате спасенная жизнь. Ни больше, ни меньше. Получается, что не чудеса спасают жизни, а люди, которые не проходят мимо чужого горя. Вообще, я испытываю внутреннее удовлетворение от оказания помощи людям. А в данном случае это радость, счастье, что оказался в нужном месте, в нужное время. Елена Аюшина, Михаил Моралов, Истра, РФ